Безусловно, умы и сознания всего цивилизованного человечества на данный момент заняты двумя вопросами. Это разразившаяся в мире пандемия коронавируса и параллельно вместе с ней идущий мировой кризис, кризис нефтяной торговли, валютный кризис и так далее. На прошедшей вчера оперативке в правительстве Республики Башкортостан не особенно говорили о кризисе финансовом и нефтяном, но очень много времени посвятили пандемии коронавируса. Целые 25 минут в самом начале оперативного совещания Хабиров рассказывал о мерах, которые принимаются по борьбе с недопущением пандемии коронавируса в Республике Башкортостан. В частности, Хабиров сообщил нам о том, что он принимает специальный указ с мерами по борьбе с этой заразой. Как выяснилось, Башкирия одна из последних в Российской Федерации принимает официальные меры по борьбе с этой инфекцией. Указ содержит огромное количество пунктов. Я выделю основные и важнейшие пункты этого указа, которые, безусловно, интересны и будут касаться всех жителей Республики Башкортостан. Давайте по порядку. Во-первых, отменяются все массовые мероприятия с численностью людей более тысячи человек. То есть это касается не только митингов штаба Навального, либо каких-то других смутьянов, но и вообще любых массовых мероприятий, то есть всевозможные опимунди, всевозможные конференции. То есть любой факт собрания людей от тысячи человек и больше отменяется вовсе. Более того, Хабиров дополнил это тем пунктом, что отменяются все мероприятия, в которых участвуют иностранцы и приезжие делегации. Гражданам рекомендовано ограничить перемещение за границу и даже в регионы Российской Федерации, пораженные коронавирусом. Гражданам теперь должны сообщать о том, что они вернулись из каких-то там вот этих вот стран по списку, в которых бушует эта инфекция. Граждане должны самостоятельно пройти дома карантин, если они не болеют, и у них нет признаков болезни. При этом, я так понимаю, им будет выплачиваться зарплата и оплачиваться больничный. Ведомством, организациям предписано сократить командировки, а заграничные командировки полностью исключить. Только с разрешения лично Хабирова чиновники смогут теперь ездить за границу, что не может не радовать наш башкирский бюджет. И дальше идут уже, конечно, всякие профилактические меры, типа ежедневной дезинфекции школьных и дошкольных учреждений. Есть еще волшебный блок вот этого указа. Я его так назвал. Он содержит следующие вещи. Ежедневно, дважды в сутки, Министерство здравоохранения будет проводить брифинг. Так, утром в 9 и вечером в 20.00 Забелин и причастные к этому мероприятию будут проводить брифинг с освещением ситуации вокруг коронавируса. Ну, перебор, конечно, два раза в сутки, но ладно. Кстати говоря, сразу после оперативного совещания первый брифинг состоялся, и он был очень веселый. Далее, из фантастического. В течение нескольких месяцев, внимание, месяцев, в Уфе построят новую инфекционную больницу. Вот это очень опасное заявление. Мы помним, что в Китайской Народной Республике, когда разразилась эта пандемия, в течение буквально двух или трех дней построили блочную сборную инфекционную больницу, куда начали свозить несчастных зараженных коронавирусом в провинции Ухань. Я не знаю, о таком ли сборном госпитале идет речь, я не знаю, где его возьмут и как быстро его найдут, но, в общем, Хабиров сказал, несколько месяцев. Дело в том, что строительство, успешное строительство больницы в Уфе за несколько месяцев, это очень опасная история, которая вызовет много вопросов. Во-первых, откуда мы возьмем врачей. Чуть далее мы расскажем о состоянии в Минздраве и о докладе Завелина по этому поводу, из которого абсолютно очевидно, что дефицит врачей в Республике прогрессирует, а набрать внезапно из ниоткуда врачебный персонал на целую новую больницу – большой вопрос. Кроме всего прочего, успешно построив за три месяца больницу, Ради Фаритович неизбежно вызовет ряд вопросов из районов и городов Республики, в которой годами и десятилетиями маются, где без роддома, как, например, в Белебее, где без какой-нибудь специализированной больницы, где без пелеклиники. Как же так? Где же вы были раньше, если вы за три месяца строите больницу? В общем, конечно, это интересная история. Будем наблюдать, будем смотреть, насколько удастся вот это сделать. Дальше, из фантастического. Хабиров дает поручение Мухаммедьянову договориться с авиакомпаниями, чтобы те вернули деньги тем, кто не вылетел в разные стороны по туризму и по бизнесу, вернуть деньги за невозвратные билеты. Дорогие мои, авиакомпании в мир на это время не возвращали деньги за невозвратные билеты. А теперь, когда авиакомпании несут гигантские миллиардные убытки, когда останавливаются направления рейса и на месяцы вперед, неужели кто-то вернет деньги за невозвратные по закону билеты? В общем, конечно, Хабиров ставит Мухаммедьянова этим поручением в очень неудобную позицию. Я думаю, что больше, конечно, это обсуждаться не будет. Закончив перечислять довольно длинный список мер, которые Хабиров планирует предпринять в связи с борьбой с коронавирусом, он сделал несколько замечаний и ремарок, которые, на мой взгляд, очень важны. Вообще, оценивая тональность вот этого выступления, нужно отметить, что одновременно с тревожностью, которая, ну, закономерно звучала в голосе главы республики, постоянно проскакивали и какие-то немножко раздраженные нотки, в том плане, что Хабирова, видимо, очень беспокоит то, что он это должен заниматься. И вот я позволю себе процитировать две или три цитаты, которые очень четко характеризуют его, видимо, личное отношение к этой проблеме. Первая цитата. «Принимать чрезвычайные меры причин не вижу, но очевидно, что они произойдут». Прямое противопоставление смыслов в этой цитате говорит о том, что либо Хабиров что-то знает, либо он ожидает какого-то негативного развития сценария и, собственно, наверное, обязан нам бы об этом рассказать. Далее Хабиров говорит о том, что, несмотря на то, что существуют рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации о введении дистанционного обучения в школах, вузах и в дошкольных учебных заведениях, он не будет вводить карантин в республике Башкортостан, и дети доучатся последнюю неделю перед каникулами и пойдут на каникулы. Отчасти это, конечно, разумно с точки зрения сбережения учебного процесса и обеспечения этого процесса. Это, в принципе, подкрепляется формулировкой о том, что в республике не выявлен ни один заболевший коронавирусом при одном только глобальном условии, если это действительно так. Определившись со школьниками и студентами, Хабиров перешел к общественному мнению. Процитирую то, что он сказал. «Для нас очень важно в целом спокойное состояние в обществе, поэтому я обращаюсь к средствам массовой информации, лидерам общественного мнения и специалистам по информационным технологиям. Я твердо обещаю, что буду правдиво и оперативно информировать о ситуации с распространением коронавируса, и мне кажется, что это главное. Вот здесь бы Хабирову поставить точку». Но, увы, я не могу закончить цитату, потому что Ради Фаридович продолжил. Так вот, продолжим следующими словами. «Недоумков и моральных уродов, распространяющих фейковые новости, в том числе с целью расшатывания общественно-политической ситуации, мы будем выявлять, знать и преследовать в рамках наших возможностей». «У нас, к сожалению, или к счастью, оговорился Хабиров, сейчас не 41-й год, когда мародеров и паникеров расстреливали на месте, но ровно такая же ситуация». Отмечаю вот эту фразу. «Но ровно такая же ситуация. Надо спокойно дать нам работать и решать те задачи, которые мы себе поставили». Конец цитаты. Но вот если бы не вот эта вторая часть про недоумков и моральных уродов, то Ради Фаридович был бы красавец. Это было бы взвешенное, очень мудрое заявление, что действительно правдивая, объективная подача информации со стороны СМИ и власти – это самое главное в такой трудный период. Но зачем нам были нужны вот эти мечты о том, что он хочет возглавить заградотряд и расстреливать мародеров и паникеров на месте? И вот это вот какое-то уже превратившееся в навязчивую идею желание принять какие-то репрессивные меры без конца. Ради Фаридович, видимо, вспоминает вот эти вот мемуары, которые он читает перед сном или когда про войну. Может быть, ему надо как-то сменить сейчас жанр той литературы, которую ему удается постигать в нерабочее время. Но, в общем, конечно, вот эти кровавые книги очевидным образом накладывают на него какой-то нехороший отпечаток. В общем, да, у нас не 41-й год. И у нас пока все еще не принято решение расстреливать паникеров на месте. И, Ради Фаридович, перестаньте об этом мечтать, а займитесь вот реальными вещами. Вот такая позиция главы по поводу коронавируса. Но на этом вопрос коронавируса не был исчерпан. И на трибуну был вызван Максим Васильевич Забелин, министр здравоохранения, который сделал беглый доклад о ситуации в области борьбы с коронавирусом, который сам же Хабиров заглавил так. О готовности Минздрава к встрече коронавируса. Ну, то есть вот эта обреченность, конечно, звучала многократно и в фразах, и в формулировках Хабирова, что да, мы неизбежно встретимся с этим коронавирусом. Забелин заунывно сообщил нам, что отработаны алгоритмы действия медицинского персонала в случае подозрения на коронавирус, проработаны механизмы изоляции заболевших, подготовлено 30 дезинфекционных бригад, обследовано уже 99 человек, и слава богу, ни у одного из них пока не выявлен коронавирус. Готовность инфекционных стационаров у него полная. Меня смутила здесь немножко счетная часть. Забелин обследовал 99 жителей Республики Башкортостан, которые так или иначе могли заболеть коронавирусом, перемещаясь по миру, прилетая из-за границы и так далее, и так далее. Но сам же Хабиров в своем первом докладе о выступлении по поводу коронавируса сообщил, что сейчас на данный момент за границами Российской Федерации находится свыше трех тысяч жителей Республики Башкортостан. То есть как-то странно, то ли они там все остались и сюда постепенно, планомерно не приезжали, то ли обследовали, да, обследовали не всех. Отмечу отдельно, что Забелин ни словом не обмолвился об оснащенности Республики специальной техникой, которая так или иначе понадобится в борьбе с коронавирусом. Речь идет об аппаратах искусственной вентиляции легких, об аппаратах экстракорпоральной мембранной оксигенации, о рентгенаппаратах, элементарных дезинфицирующих средствах, о которых мы еще чуть позже поговорим, противовирусных препаратах. Ничего не было сказано о том, что этого достаточно, недостаточно, надо бы прикупить, там и так далее, и так далее. Вообще Забелин выглядел очень неубедительно, причем он также неубедительно выглядел на брифинге, который последовал за оперативным совещанием. Человек не может назвать ни одного названия препарата для дезинфекции. Человек не упоминает вот эту специальную технику. Вообще не понимая, что происходит, не понимая, что происходит с Забелином, выглядел он испуганным, растерянным, каким-то жалким. Далее оперативное совещание попыталось войти в рабочее русло и стали, как обычно, обсуждать оперативную обстановку в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях. Не вижу особого смысла останавливаться на этом вопросе подробно, потому что оперативка была очень длинной, и в ней было много действительно важных вопросов. Отдельно отмечу, что Борис Владимирович Беляев все-таки не справился с задачей о создании системы фотофиксации и вывоза твердобытовых коммунальных отходов. В остальном в его ведомстве, по его словам, все прекрасно и замечательно. Тимур Рафисович Мухаммедьянов отметил, что ДТП и пострадавших на дорогах стало еще больше, а с 16 марта он попытается вывести всех застрявших за границей граждан Республики Башкортостан на специальных авиарейсах. Не знаю, как ему это удастся, потому что авиакомпании, некоторые просто по закону уже перестали летать из одной страны в другую, но посмотрим, как там Мухаммедьянову получится эвакуировать граждан из-за границы, а также попытаться вернуть деньги за билеты. Хабиров, отдельно комментируя этот первый, вернее уже второй, наверное, вопрос к оперативке, остановился на том, что замечательно идет уборка грязи и мусора в Уфе. Не знаю, что он там увидел в выходные. Он прямо отдельно похвалил Мустафина, говорит, так замечательно люди работают, и даже предложил увеличить количество ручного труда в ЖКХ города Уфы. Вот это, конечно, очень странное заявление, но не знаю, с чем оно было связано. В общем-то, как-то было некогда даже осмысливать вот это вот судьбоносное предложение Радио Фаритовича. В области чрезвычайных ситуаций также ничего особого не произошло. 113 пожаров, в которых погибло 8 человек. Ну, отдельно, конечно, останавливались на пожаре в усадьбе Бухартовских. Однако об этом говорили еще и в конце оперативки. Я обязательно это прокомментирую. Третьим вопросом оперативного совещания был вопрос об обращении граждан о состоянии дорог в Республике Башкортостан, зарегистрированных в системе инцидент-менеджмент. И докладывала по этому вопросу Прочаковская Елена Анатольевна, начальник управления администрации главы Республики Башкортостан, по социальным коммуникациям. Елена Анатольевна сообщила нам, что за отчетные 25 дней она получила и зарегистрировала 119 обращений граждан о состоянии дорог. Далее Елена Анатольевна показала нам фоточки, которые прислали граждане от этих разбитых дорог во дворах и на дорогах городов, прокомментировала каждую из них подробнейшим образом, отдельно отметила, что много обращений у нее из Иглино, из Терлитамака, и в основном, конечно, из Уфы. Хабиров прервал ее и рассказал о том, что, по его мнению, есть две улицы в Уфе, которые стали притчей во языцах. Это улицы Дагестанская и Пугачева. И что городу Уфе нужно обратить внимание на ремонт этих улиц, и что пока нужно делать там какое-то латание, как он сказал, особое внимание этим дорогам нужно уделить. Вообще доклад Прочаковской был фантастически бестолковым. Если его внимательно смотреть, то это понятно, что речь идет о незначительной переписке людей в течение месяца. Если брать цифровые, числовые показатели того, что она говорила, то приходишь к такому неожиданному выводу. И даже, я бы сказал, вопросу, зачем нам вообще нужна Елена Анатольевна Прочаковская, которая за месяц анализирует 119 смс-ок при помощи своего аппарата, сотрудников, она же не одна. У нее машина, кабинет, спецобслуживание, медицинское обслуживание, прекрасно, все замечательно, вкусно и кудряво. И она за этот месяц анализирует 119 смс-ок и показывает нам там 3-4-5 фоток того, что мы и так прекрасно знаем. Елена Анатольевна – это абсолютный трутень на теле башкирского правительства и власти в Башкирии, которая присосалась, привязавшись к Хабирову из Красногорска, и теперь, значит, здесь бурно имитирует деятельность. За всем этим скрывается еще и попытка влиять и воздействовать на деятельность и финансы ГТРК, БСТ и вообще СМИ в республике, которые госпожа Прочаковская совместно с Мурзагуловым осуществляет регулярно. А кроме всего прочего, на мой взгляд, именно она пагубно влияет на имидж нашего главы, внушая ему вот эти вот ложные ценности, которые время от времени проскакивают в его заявлениях. Выглядело это, ну, как минимум жалко. То есть отчитаться о том, что при помощи практически целого ведомства с неограниченными полномочиями и такой какой-то завуалированной властью госпожа Прочаковская проанализировала 119 смс-ок о плохих дорогах. Задумайтесь, 119 за месяц, да один Беляев за неделю, по его словам, получает 40. В общем, конечно, все очень плохо. Хабиров там выслушал Прочаковскую, ничего ей там особенно не сказал и вдруг зачем-то опять заговорил про уборку на улицах. Процитирую Хабирова. «Опять поручаю контрольному управлению выезжать в районы и контролировать дни чистоты». Обратился он к Беляеву и контрольному управлению. «Я больше всего боюсь, что этот указ, имел в виду указ о днях чистоты, превратится в рутину, будут выгонять свои МБУшки, ЖКХшников, а речь идет о другом. Всем миром наводим порядок, предприятия, бюджетники выходят, все выходят. И делать это надо празднично. Как только вышли, сразу музыка играет». Конец цитаты. Ну, вообще вот эта инициатива Хабирова по поводу дней чистоты, о которой он почему-то заговорил в связи с докладом про Чаковской, ну, видимо, совсем нечего было Елене Анатольевне сказать в ответ. Этот указ, он вызывает много вопросов. В первую очередь люди спрашивают, послушайте, мы платим налоги, а теперь нас еще и будут в рабочее время выгонять, подметать улицы. Мы платим за коммунальные услуги, а теперь нас еще и будут в рабочее время бесплатно выгонять, подметать улицы. Ну, и так далее. Но, тем не менее, Хабиров упорствует и настаивает, что эти дни чистоты должны состояться по всей республике. Далее в оперативном совещании случился доклад опять Максима Васильевича Заобилина о работе выездных врачебных бригад в муниципальных образованиях Республики Башкортостан. Этот доклад также устарел на фоне стремительно меняющихся событий и наводит на очень интересные мысли. Но остановлюсь на его содержании. Максим Васильевич поведал нам, что за истекший период в 2019 году был осуществлен выезд в 19 городов Республики Башкортостан неких бригад медиков из Уфы, таких сборных составных бригад специалистов из разных медицинских учреждений. Было осмотрено 5000 пациентов. Из них отправлено до обследования почти 1000 человек, помещены в стационар 271 человек и пересмотрены диагнозы у 116 человек. Это результаты вот этой акции по выезду по городам и районам Республики специалистов из Уфы. Максим Васильевич поведал нам о том, что в 2020 году на фоне этого всего он запускает акцию, которая называется, внимание, «Здоровая Республика, здоровый регион». «Здоровая Республика, здоровый регион», повторюсь. Кто придумал слоган, не знаю. Судя по всему, конечно, не обошлось без Прочаковской и Мурзагуловы. Задумайтесь, Республика и регион – это одно и то же. В общем, конечно, какие-то гении работают над имиджем вот этих программ. Но суть этой программы в том, что выезжают узкие специалисты, которых нет в районах, и они осматривают больных. Ну, казалось бы, все правильно. Но когда Максим Васильевич начал перечислять этих узких специалистов, и более того, он с гордостью продемонстрировал ролик, который сняла ему Прочаковская в городе Кумертау, выяснилось, что узкими специалистами Максим Васильевич и наш Минздрав считают, например, гастроэнтерологов. То есть этот обыкновенный врач очень распространенной специализации оказывается отсутствует в Кумертау. И по своему недомыслию Максим Васильевич продемонстрировал нам ролик, в котором показано, как счастливые жители Кумертау со слезами на глазах благодарят уфимских врачей за то, что к ним приехал гастроэнтеролог. Понимаете, что в Кумертау гастрит – это уже неизлечимое заболевание, потому что там просто нет гастроэнтеролога. Подобные доклады надо бы держать при себе, потому что они четко иллюстрируют то бедственное положение, в котором находится Минздрав и вообще здравоохранение в Республике Башкортостан. И на фоне вот этой истории с коронавирусом вызывают массу сомнений в готовности Минздрава к приему серьезной опасности, серьезного вызова со стороны эпидемиологической обстановки. Дело в том, что если разразится эта пандемия, то это будет как бы шквал, это будет огромное количество ложных обращений, понадобятся резервы и врачи, а у нас в Кумертау даже нет гастроэнтеролога. В общем, конечно, я не знаю, кто насоветовал Забелину и вообще нашему правительству гордиться вот такими вещами, когда в Кумертау вывозят специалиста, но возникает, в общем-то, много других вопросов. Каким образом Максим Васильевич на фоне дефицита кадров вообще в Минздраве Республики Башкортостан, с которым он так и не справился, о котором много раз докладывал, находит возможность вывозить из Уфы, например, бригады медиков для гастролей по республике? У нас что, уже нет очередей в поликлиниках и медицинских учреждениях в Уфе? Более того, вывоз этих специалистов, непривычное для них место в какие-то другие города и районы, безусловно, нарушает ритм работы, потому что врачи, завязанные на своих больных, они их ведут, они с ними работают, а теперь они вынуждены перемещаться во всякие разные Кумертау и там проводить выездные приемы. В общем и целом, вот этот доклад Забелина, конечно, для людей мыслящих произвел обратный эффект. То есть, попытаясь гордиться вот этим достижением, Забелин только проиллюстрировал все ухудшающуюся обстановку в здравоохранении республики Башкортостан. Следующим докладом оперативного совещания неожиданно стал доклад Риммы Юрьевны Бойцовой, председателя Госкомитета Республики Башкортостан по предпринимательству о государственной поддержке предпринимательской инициативы. Честно говоря, я был удивлен тому, как быстро вернулась на сцену Риммы Юрьевны после того жуткого провального доклада, который она сделала по итогам 2019 года, когда она рассказала о том, что она истратила 1 миллиард и 214 миллионов непонятно куда. Но, судя по всему, было принято решение дать возможность Римме Юрьевне реабилитироваться. Забегая вперед, скажу, конечно же, у Риммы Юрьевны ничего не получилось. Более того, вот этот вот доклад, пожалуй, что должен стать финальным в ее карьере в работе правительства. Но давайте обо всем по порядку. Пытаясь придать достоверности своим деяниям, Римма Юрьевна начала издалека, а именно с федеральной основ поддержки предпринимательства в Российской Федерации. Она грозно зачитала планы Мишустина по поддержке предпринимательской инициативы, пытаясь, видимо, прятаться в тени величия планов федерального правительства. А именно то, что 32,5% в ВВП России должны производить малые и средние предприниматели. Что должно быть создано 25 миллионов рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве. Это, видимо, те самые 25 миллионов рабочих мест, высокотехнологичных рабочих мест, которые нам давным-давно обещал Владимир Путин. А также 10% экспорта в Российской Федерации будет обеспечено субъектами малого и среднего предпринимательства. Ну, я-то грешным делом, конечно, думал, что самая главная фантазерка на земле – это Римма Юрьевна, но, оказывается, господин Мишустин еще и покруче будет. Немножко попрятавшись в тени величия федеральных задач, Римма Юрьевна все-таки скатилась к своим собственным планам, которые она лелеет на 2020 год. Римма Юрьевна, оказывается, планирует увеличить бюджет своей деятельности в 2020 году. С 1,214 миллионов 2019 года она уже поднимается до 1,4 млрд в 2020 году. И она строго предупредила нас всех с высокой трибуны, что наибольшая часть поддержки предпринимательства будет вне финансовой сферы. То есть Римма Юрьевна предупредила нас, что, получив 1,4 млрд рублей из бюджета, предпринимательство не может рассчитывать на финансовую поддержку с ее стороны, потому что ей и самой этот 1,4 млрд очень даже пригодятся. Как я и говорил по поводу деятельности госпожи Бойцовой в 2019 году, также скажу и про ее грядущую деятельность. Лучше бы она раздавала деньги на улице. Эффекта было бы на самом деле больше. Далее Римма Юрьевна рискнула раскрыть карты и объяснить, каким образом она будет поддерживать предпринимателей в 2020 году. Условно можно разбить деятельность Римма Юрьевна на две части. Первая – это распил, и вторая – это крошевание. В качестве мер по распилу Римма Юрьевна предполагает консультации, аналитические отчеты, исследования и информационная поддержка бизнеса. Все это вместе выливается в то, что вот этот 1,4 млрд в большинстве своем будет слит в дружественные предприятия и подведомственные организации, где и растворится по нужным и определенным карманам, а в ответ будет получена некая стопочка бумаг в виде всяких информационных поддержек, консультаций и аналитических отчетов. За 1,4 млрд Римма Юрьевна купит аналитические отчеты. А вот крошевание – это, цитирую Римма Юрьевну, сопровождение проектов, а также решение вопросов бизнеса. Многие помнят, что именно так примерно формулировалось в 90-е взаимодействие со всевозможными рикетирскими формированиями и прочими крышами. Именно решали вопросы. Римма Юрьевна уже официально внесла в программу своего ведомства такую деятельность, как решение вопросов бизнеса. Римма Юрьевна упомянула и о бизнес-шерифах, которые она курирует по всей республике. Она сообщила нам, что только 34% узнаваемости этих бизнес-шерифов в районах, а 66% соответственно этих шерифов предпочитают остаться незаметными. Ну, очевидно, что они о чем-то беспокоятся и чего-то боятся, но, в общем, есть, наверное, чего бояться. Подытоживая доклад Риммы Юрьевны Бойцовой и переходя к комментариям Хабирова по поводу этого доклада, я скажу, что, конечно, большего безобразия в правительстве республики Башкортостан и в его экономическом блоке, чем госпожа Бойцова, наверное, отыскать сложно. Хабиров начал было комментировать и резюмировать доклад Риммы Бойцовой. Как-то неуверенно он приступил к этому и начал с того, что наша основная задача расшевелить все это. И в этот момент с места попросил слова и начал говорить омбудсмен по предпринимательству Флюр Асадуллин. Вот это, пожалуй, был самым интересным и самым драматическим моментом оперативки, которая прошла вчера в правительстве. Флюр Асадуллин сообщил с места, но очень громко, о том, что фактически Бойцова наврала Высокому собранию и лично Хабирову, комментируя цифры роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Башкирии. Флюр Асадуллин сослался на данные Федеральной налоговой службы, которые, кстати говоря, очень сложно исказить и действительно расходятся с данными Бойцовой. То есть, по сути, он напрямую обвинил ее во вранье. А также Асадуллин заострил внимание главы республики на том, что все субъекты вокруг Башкирии, все субъекты Федерации, все республики и области снизили налоги на малый и средний бизнес. И малый и средний бизнес Башкирии убегает регистрироваться в Казань, в Ижевск, в Челябинск, в Екатеринбург, в Оренбург, в Курган и Пермь. Флюр Асадуллин спрогнозировал падение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 20-30% уже в этом году. А также самое главное, что сказал Флюр Асадуллин, что республика потеряет налоги. Конечно, это выглядело как некий крик о помощи, потому что с места человек выкрикивает, практически вклинивается в этот блок. Благостный доклад Бойцовой, противоречия ей по сути и по содержанию. В общем, конечно, судя по всему, у Флюра Асадуллина были основания для подобного заявления. А то, что налоги снижены во всех соседних регионах, мы и так уже знаем. Очень интересная реакция Хабирова. И, к сожалению, она опечалила многих, в том числе и меня. Хабиров, цитирую, сказал Асадуллину следующее. Причем, очень зло и резко сказал. Не все так, как вы говорите. Если вы выступаете, давайте достоверную информацию. Иначе это ваше последнее выступление здесь, пригрозил Хабиров Асадуллину. В этой краткой ремарке, конечно, содержится все, что мы должны знать об отношении Хабирова к объективному освещению ситуации в правительстве и в экономике республики. На самом деле, Флюр сказал абсолютно неопровержимые вещи. В Башкирии, да, выше, чем везде налоги на малый и средний бизнес. Да, башкирские предприниматели перерегистрируются за пределами республики Башкортостан. И да, есть основания ожидать снижения количества малого и среднего бизнеса в Башкирии и, естественно, поступления налогов. Что здесь наврала Садуллин? Наврала мадам Бойцова. Вот эта женщина, осваивающая регулярно по миллиарду с лишним рублей на нефинансовую помощь малому и среднему бизнесу, и есть проблемы малого и среднего бизнеса. Мы понимаем, конечно, что крыша у Бойцовой крепкая. Господин Сидякин за руку привел эту дамочку в наше правительство и накрепко засадил ее вот в это ведомство. Не думаю, что без боя Сидякин и Бойцова сдадутся и откажутся от вот этой вот замечательной, прекрасной кормушки в виде миллиарда четырехсот миллионов рублей. Но Флюра Садуллин достоин уважения, почтения и, пожалуй, что поощрения хотя бы со стороны предпринимательского сообщества. Предпринимательское сообщество в его лице увидело человека, который не побоялся сказать правду, которая противоречит официальной правде и которая густо замешана на серьезных частных финансовых интересах. Возвращаясь к первому скандальному докладу госпожи Бойцовой о миллиарде и двухстах миллионах, напомню, что после этого доклада была волна возмущений, комментариев и обсуждений. Нориджанов, Галин, многие другие люди, которые лучше, например, чем я, посвящены в проблемы малого и среднего бизнеса, поддержали тогда точку зрения о том, что Бойцова никак не справляется со своими обязанностями и дело куда-то непонятно, куда этот миллиард с лишним. Теперь вот Асадулин выступил. Возникает вопрос, что еще нужно Хабирову для подтверждения достоверности вот этого тезиса о том, что с мадам Бойцовой нужно расставаться и самым срочным образом. Потому что все то, что она нагородила вокруг своей деятельности, вот эти все каворкинги и прочие модные словечки, которыми она морочит голову, вот это обещание, что где-нибудь в мае она свозит ради Фаритовича и покажет ему замечательный каворкинг и прочие вот это вот в Черниковке и на том успокоится. И тем будут объяснены вот эти траты бюджета на почти уже полтора миллиарда рублей. Вот этого недостаточно. Хотелось бы понять, когда наконец Хабиров осознает бесполезность и вредность Бойцовой для правительства Республики Башкортостан. Завершающим докладом оперативного совещания был доклад об имущественной поддержке малого и среднего предпринимательства. Делала этот доклад исполняющая обязанности министра земельных и имущественных отношений мадам Полянская Наталья Юрьевна, которая сообщила нам, если вкратце, о том, что она не исполнила установленных ей планов по реализации имущества государства и муниципалитетов в оборот для пользования малым и средним предпринимательством. Ей была поставлена задача на 60% выйти, а она вышла только на 44%. Но она приложит все усилия, чтобы свою задачу выполнить. Я отмечу один важный момент. В докладе мадам Полянской, конечно, были какие-то жалобные цифры о том, что она за целый год заключила аж 117 договоров льготной аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства. Мадам Полянская посетовала на то, что муниципалитеты нерадиво относятся к кадастрированию и обобщению вот этого имущества, которое можно было бы отдать малому и среднему предпринимательству в аренду. В общем, искала себе некие оправдания, объяснения своего провала. Но отмечу один очень важный момент. Мадам Полянская сообщила нам, что Министерство земельных и имущественных отношений продолжит практику льготного выкупа земельных участков для тех предприятий, которые имеют на этих земельных участках объекты недвижимости. То есть, если организация предприятия или какой-то бизнесмен владеет зданием, сооружением и арендует под этим зданием, сооружением землю у Министерства земельных и имущественных отношений, то этот субъект имеет право выкупить этот земельный участок за 50% кадастровой стоимости. Почему я об этом заговорил и обострил на этом скучном вопросе внимание? Так вот, именно это обстоятельство, именно эта норма и является предметом претензий, например, к ГУРИУ, бывшему министру земельных и имущественных отношений, которого сейчас собираются судить именно за то, что он отдал землю в Лимонарии и еще где-то за 50% от кадастровой стоимости тем, кто владел объектами недвижимости на этих землях. В общем, конечно, театр абсурда. Хабиров выслушал Полянскую и сказал, что он недоволен тем, как работает Министерство земельных и имущественных отношений, и задача мадам Полянской максимально все вбросить на рынок. То есть, все, что есть, продавайте. Ну, вот тут тоже вопрос в связи с делом ГУРИВА. Не возникнет ли у мадам Полянской проблема? Наталья Юрьевна может быть обвинена Следственным комитетом, например, в ложном истолковании служебного долга, в том, в чем сейчас обвиняют господина ГУРИВА. То есть, если она проявит избыточное рвение в продаже имущества через Министерство земельных и имущественных отношений, то Следственный комитет может ее также заковать в кандалы. В общем, это не смешно, потому что вот это вот многообразие отношений к одним и тем же процессам со стороны разных государственных органов власти, в том числе правоохранителей, оно, конечно, создает не вполне здоровую обстановку в области государственного управления. Завершая оперативное совещание, Хабиров остановился на двух вопросах. Первый вопрос был вопрос пожара в усадьбе Бухартовских. Он поднял Полставалова с задней парты и попросил доложить об этом факте. На скорую руку, настроив драматический баритон, Полставалов сообщил заунывно, что в минувшую пятницу 13-го на улице Аксакова, 48, сгорело историческое здание усадьбы Бухартовских, и пожарные героически тушили и смогли спасти, но крыша сгорела. В общем, это всем и так нам известно. Хабиров выслушал Полставалова и сделал, на самом деле, на мой взгляд, очень важное заявление. Во-первых, он поручил Полставалову в содружестве с правоохранительными органами расследовать факт пожара и поставить точку в вопросе, был этот поджог или не поджог. Далее Хабиров сказал, что он в любом случае не даст застроить этот участок земли. Здесь речь идет о том, что Хабиров в данном случае на самом деле очень правильно распорядился своими властными полномочиями. Если существуют те злодеи, которые хотели сжечь вот этот угол улицы Аксакова и улицы Коммунистической и построить там какое-нибудь замечательное стеклянное здание, то Хабиров их упредил и сказал, что он в любом случае не даст там построить ничего. Планы о том, чтобы продать эту сгоревшую усадьбу даже за один рубль с условием ее реставрации. Тут же прозвучало поручение Ульфату Мустафину заняться этим вопросом, посмотреть там возможности и прочее, прочее, прочее. Как обычно, это все бывает. По сути, конечно, это все прожекты. Не думаю, что это может быть очень реально в ближайшее время. Но Хабиров, опять же, совершенно справедливо отметил, что если сейчас не начать заниматься этим уже пострадавшим зданием и без того не самым крепким и не самым основательным, то, конечно, мы это здание потеряем. Радует то, что Хабиров хотя бы так внимательно на это обратил внимание и дал хотя бы такие вот отчетливые и понятные поручения, к которым потом, если что, можно будет вернуться и спросить с этих вот деятелей. Естественно, фигура Полставалова не внушает оптимизма. Вся надежда там на Эльзу Маулимшину и прочих энтузиастов, которые мертвой хваткой вцепились в этот дом и, ну, я надеюсь, не дадут нашим властям и всяким там хитро сделанным застройщикам воспользоваться всей этой ситуацией. Вторым вопросом в заключении оперативки был вопрос того, что Хабиров поручил господину Спеле возобновить карательные акции в Уфе по поводу неправильной парковки и парковки автомобилей на газонах. Хабиров кратко поручил Спеле, цитирую, «Не жалейте никого». В общем, граждане, готовьтесь опять к очередной волне репрессий и бумажечек под ветровым стеклом. Все, кто будет парковаться на газонах или на тех местах, каковыми считают властью у нас газоны, вот готовьтесь, значит, к этим огромным штрафам, к визитам в административные комиссии и так далее. От себя отмечу, что на оперативке ни слова не прозвучало про ситуацию вокруг вице-премьера правительства Ирика «Подними задницу» Сагитова и Оксаны Савченко. Оксана Савченко уже успела в понедельник прокомментировать, что она очень разочарована этим, что не было от этой реакции. Я тоже разочарован. Надо было бы Хабирову об этом поговорить и, по крайней мере, выразить свое отношение к этому. Ирика «Подними задницу» Сагитов невозмутимо сидел на оперативке, возвышаясь в центре помещения. Этот бравый воин не испугался и пришел. Например, извиниться перед женщиной и он испугался и попросил сделать это своего помощника, а вот явиться на оперативку он не испугался. В общем, конечно, все больше и больше отвращения вызывает этот персонаж в правительстве. Я надеюсь, что это не сойдет ему с рук. Редактор субтитров А.Семкин